Вот оно то, что полюбили люди в Российской Федерации Там стоит автоматическая трансмиссия, она, кстати, хреновая Вот вам, шах и мат, любители старых технологий Самый главный недостаток, сие чудо, это, безусловно, дорожный просвет Пятая дверь, которая обладает двумя режимами открытия И сидеть здесь крайне комфортно, даже на достаточно длительное расстояние Какая шикарно классная тачка, денег-то сколько, Дим, да? Привет, вы на канале Япония Транзит, меня зовут Дмитрий И сегодня пришло время вспомнить о единственном полноценном минивене из Японии на сегодняшний день Хонда Степогон, поехали! Кажется, мы стали с вами забывать о том, что главное преимущество японских автомобилей В том числе праворульных, это, безусловно, наличие у них минивенов Причем минивенов на любой вкус В Японии существуют супермаленькие бусики, которые используются для коммерческих целей Есть супермаленькие бусики для вашей семьи Есть минивены побольше, есть минивены среднеразмерные, полноразмерные и большие, огромные Опять же, которые используются в коммерческих целях и которые используются для личного пользования Японцы, лидеры по количеству различных типов минивенов И помимо этого, они, наверное, самые главные амбассадоры минивенов в мире Именно поэтому перед вами сегодня здесь стоит Хонда Степогон Это единственный такой полноразмерный, можно сказать, минивен Хотя, наверное, больше он относится все-таки к классу среднеразмерных Даже у той же Хонды есть минивен, который называется Illusion Который больше, немного, чем степ-вагон и такой считается более премиальный Но в целом, вот оно то, что полюбили люди в Российской Федерации И к чему отчасти и ваш покорный слуга приложил руку А именно это наш такой достаточно известный автопробег по всей стране Мы проехали от Владивостока до Санкт-Петербурга На точно таком же праворульном степ-вагоне в рестайлинге В такой же комплектации, который на тот момент был привезен за 1,6 миллиона рублей, ребят 1,6! Сколько стоит конкретный экземпляр, вы узнаете ближе к концу видео Но пока давайте поговорим о нем подробнее Рестайлинг пятого поколения Хонда Степогон был представлен еще в 2017 году Собственно, с 2017 он и продается официально в Японии В нашу страну эти автомобили пришли сильно раньше Еще самые первые степ-вагоны уже колесят по дорогам города Владивостока И их используют беспощадно И они до сих пор эксплуатируются практически каждый день своими владельцами И доставляют кучу удовольствия от езды Эта версия уже немного не то, к чему привыкли более возрастные наши зрители Это современный степ-вагон Уже с такой передней решеткой радиатора Которая напоминает немного, знаете, одного из сюжета фильма «Трансформеры» Там были десептиконы, были автоботы Вот это что-то более десептиконское Такой вызывающий определенный страх, если вы видите его в зеркале заднего вида Потому что, ну, в целом он реализован достаточно современно, прогрессивно И этот дизайн, на мой взгляд, подойдет не только взрослой аудитории У которой есть большая семья Но и молодым пользователям, которые ценят вот эти стильные решения Которые применяет бренд Хонда в своем дизайне И на самом деле, на сегодняшний день, это, наверное, один из немногих японских брендов Которые способны конкурировать с китайцами в дизайне Ну а в техничке тут, как бы, я думаю, все согласятся с тем, что они сильно выше тех же китайцев и корейцев в том числе Хонда Сэп Вагон существует в двух модификациях Это бензиновая версия, версия гибридная Которая, к сожалению, ввиду санкции на сегодняшний день нам недоступна Поэтому поговорим исключительно бензиновая модификация Которая, собственно, располагается здесь у нас под капотом Двигатель с индексом L15B Это четырехцилиндровый, полуторалитровый турбированный двигатель Четыре цилиндра, 150 лошадиных сил Модификация на переднем и полном приводе И здесь, естественно, вариатор у нас Вариатор не тот, который сейчас будет хаять любой зритель Такой старовер нашего YouTube-канала Который рассматривает только классические автоматические трансмиссии Или механические для своего автомобиля Вариаторы у Хонды тоже бывают разные Безусловно, например, на китайском рынке Там у URWIN двухлитровой модификации Ну, там, кстати, там стоит автоматическая трансмиссия Она, кстати, хреновая Вот вам, шах и мат, любители старых технологий Вариаторы тоже бывают разного японцев Например, Nissan делал там плохие вариаторы На рынке России У Хонды, например, таких претензий никогда не было К этому конкретному бренду А к роботизированным коробкам, например, были Вот здесь они отказались от роботов Ставили вам вариатор, тоже не нравится Все постоянно не нравится Но, изучив опыт эксплуатации Достаточно продолжительный владельцев этих автомобилей Я понял одно Все абсолютно отображают надежность агрегатов этого автомобиля Ничего люди не меняли За исключением либо каких-то мелочей Типа втулок стабилизатора Чем мы с вами разговаривали ранее в видео про Toyota Race Либо прям, ну, каких-то прям копеечных историй Серьезные поломки у людей там Начинается к пробегам за 300 тысяч километров Да, там уже что-то посерьезнее вы поменяете Но здесь, кстати, есть определенная, как бы, такая история с форсунками Которые, типа, там, заливают Решают только вопрос их замены Ну, решают эту проблему Но, на мой взгляд, с этим столкнется Очень ограниченное количество людей Те, кто плохо обслуживают свои автомобили Если вы следите за своей машиной Если вы регулярно и в срок по регламенту меняете масло И в целом заезжаете в сервис чаще, чем хотя бы один раз в год А есть люди, например, эксплуатанты Toyota Которые вообще, в принципе, не меняют масло никогда На протяжении всей эксплуатации машины, если ездят, крайне мало То эта машина вам проблем не доставит абсолютно никаких Агрегат крайне надежный, очень ресурсный И несмотря на то, что турбированный Это дает только положительные качества В частности, это динамика и так далее и тому подобное Минусов у конкретного экземпляра люди практически не отмечают Есть парочку, я вам о них расскажу в следующем кадре Сейчас вы на своем экране видите габариты этого автомобиля И сразу же опытные зрители заметят Самый главный недостаток сия чуда Это, безусловно, дорожный просвет 99% пользователей этих машин отмечают, что машина низковатая Некоторые решают этот вопрос с установкой каких-то историй Увеличивающих дорожный просвет Поднимают его так называемые лифт-комплекты Ну а кто-то не заморачивается и просто эксплуатирует В более щадящем режиме по дорогам общего пользования Второй минус, это, безусловно, его тормоза Действительно, я как человек, который проехал на нем 10 тысяч километров, даже больше, наверное, мы на нем проехали Там вообще какое-то сумасшедшее значение, причем за короткий срок И эксплуатировал ее по большей части по трассе Я это почувствовал, тормоза достаточно быстро перегреваются, бьют в руль И уже становятся не такими эффективными, когда ты эксплуатируешь машину на высоких скоростях Что, кстати, приводит к третьему недостатку Это парусность Но это недостаток конкретно кузова типа минивэн Машина на дороге после определенных скоростей Начинает вести себя недостаточно уверенно, на мой взгляд Вот эти три основные нюанса Но, опять же, все это, знаете как, от владельца к владельцу Для кого-то это не является недостатками, для кого-то является Но для всех остальных это, как минимум, те вещи, на которые стоит обратить внимание Есть плюсы очевидные и неочевидные К очевидным, например, мы можем отнести, безусловно, большое пространство салона Три ряда полноценных сидений, хорошие материалы И интересная динамика, которая не характерна типичным минивэном А есть неочевидные плюсы, но на самом деле именно неочевидные плюсы Влюбили в этот автомобиль огромное количество людей И одним из таких неочевидных плюсов, безусловно, является его пятая дверь Пятая дверь, которая обладает двумя режимами открытия Соответственно, мы можем открыть пятую дверь, используя вот такой вариант Ну и, соответственно, при сложном третьем ряде получаете большое багажное отделение Ну и, в принципе, вот, можете скрыться от дождя Но это не то, за что любят минивэны, да, так открывается у всех Это неинтересно Соответственно, инженеры решили назвать это решение вака-вака Вака-вака дверь, пожалуйста, вака-вака пускает вас, как в холодильник домой И причем, знаете, в чем прикол? Эта штука была реализована для того, чтобы было удобно садиться на третий ряд сидений В случае, если у вас там сидит не два пассажира, а только правая сидушка откинута Собственно, здесь изнутри есть кнопка открывания двери Мы залетаем сюда Здесь предусмотрен порог, чтобы вы понимали накладки на сидение Чтобы не испачкать сидение Если мы вот так сделаем Разложим, то у нас получается, как мини-коврик Даже здесь, именно с левой стороны, установлена резиновая накладка на спинку сидения Для того, чтобы, ну, вы не испортили ковролин Заходим сюда Закрываем дверь, потому что здесь есть ручка И изнутри есть кнопка открывания двери То есть я могу и выйти А кнопка располагается, собственно, на ручке, из-за которой вы эту дверь закрываете Офигенное решение Очень удобно Если вы, например, стоите рядом к стенке, да, чтобы не распахивать эту огромную Огромный потолок над своей головой Как в холодильнике открыли что-то, загрузили Или загрузили пассажира Закрыли И вам для этого не нужно огромное пространство перед задней частью вашего автомобиля Офигенное решение Жаль, что в новом степ-вагоне его уже нет Минута молчания Вак и вака дверь Ну а здесь уже плюсы очевидны И здесь их достаточно много Я нахожусь на втором ряду В нашем случае это версия с раздельными капитанскими креслами Также в Cool Spirit присутствует сплошной диван Это на самом деле для кого-то даже является более удобной историей И дает дополнительное одно место в салоне У нас здесь есть столики с двумя подстаканниками Для обоих пассажиров Есть приятные, очень удобные, крайне удобные в дороге кармашки Мы сюда постоянно кидали телефон или какую-то мелочь Зарядку Здесь всегда это было И это было крайне удобно В нашем случае еще есть и потолочный монитор Вторая печка Своя климат-зона для пассажиров второго ряда Есть регулируемый свет Соответственно здесь установлена такая штука, как диммер И вы можете регулировать яхкость ламп всех в четырех Для задних пассажиров второго и третьего ряда Есть шторочки, которые позволяют вам укрыться от солнца Даже несмотря на то, что задняя полусфера полностью тонированная Ну и соответственно, безусловно, двери они электрические Здесь у нас все регулируется По вперед-назад, по углу наклона, по всякому разному То есть я могу сидеть прям вот так И соответственно пассажирам третьего ряда будет места Очень-очень много, но собственно сейчас я на третий ряд перемещусь И покажу вам, а как оно там Вот я только что сидел здесь И теперь сел сам за собой с ростом метр восемьдесят Ребят, но если у вас не сплошной диван И здесь есть свободное место Я даже ногу могу вытянуть И сидеть здесь крайне комфортно Даже на достаточно длительное расстояние У меня здесь есть два подстаканника У меня здесь есть 12-ти вольтовый прикуриватель У меня здесь есть дефлекторы И направленный свет с диммером Как я вам уже сообщил ранее Ну на мой взгляд Что еще нужно, тут подголовник В смысле все есть, причем даже Как будто бы здесь кто-то может сидеть третий Но я бы конечно не рискнул здесь садиться втроем Но тем не менее такая опция у вас есть Багажник после этого становится крайне небольшим Но все об очевидных плюсах, ребят Здесь нам крайне повезло с версией автомобиля Комплектация Cool Spirit Помимо этого еще с классной мультимедийной системой От компании Gazers Я уже тысячу раз рассказывал о том Что Gazers это сертифицированный производитель Мультимедийных систем Которые делают мультимедийные системы Для Хонды чуть ли не эксклюзивно То есть многие Хонды в Японии оборудованы Именно этой мультимедийной системой Поэтому они классно интегрированы с софтом именно Хондовским Здесь у нас что есть Подогрев передних сидений Двухзонный климат-контроль Есть вот такой очень удобный столик Для того чтобы разместить на нем Какой-то перекус в дороге На самом деле мы этим пользовались Есть ниша, которая располагается чуть ниже Открытого типа Есть отдельный подстаканник Помимо того, что их здесь и так у каждого из пассажиров Это дополнительная история Есть USB разъем для подзарядки У нас здесь еще два USB разъема реализованы здесь Это такая, знаете, доукомплектованная история Японцам Есть различные ниши и бардачки То есть здесь очень много мест хранения Для того, чтобы автомобилем пользоваться Прям, не знаю, как квартира Знаете, как гардеробная система Или чем-то подобное Точно так же есть плафон для очков И причем у него есть два режима Когда вы делаете вот так У вас получается такое зеркало Чтобы видеть всех пассажиров сзади То есть есть зеркало заднего вида А есть вот такое зеркальце Чисто для того, чтобы видеть, что происходит в салоне Если у вас детки И наблюдать за ними через это устройство Будет крайне удобно Помимо этого, точно такое же устройство Направленного света с диммером Вот диммеры, да? Вот, блин, насколько, знаете, когда вы квартиры ремонт Делаете и продумываете вот эти все истории Чтобы у вас там был диммер Или там был разный свет по выключению То есть до этого додумываются там опытные дизайнеры И здесь додумались опытные разработчики автомобилей Для того, чтобы машина была действительно уютной Как квартира и удобной в эксплуатации К тому же не у всех стоп-вагонов Далеко не у всех есть функция кругового обзора В нашем случае этой функции также нет Но классное зеркальце, которое установлено здесь Обратное зеркало на зеркале боковом На ухе левом И, соответственно, это нам позволяет Покрываться близко к бордюрам И видеть колесо Что там происходит с колесом Тоже забавная история Очень удобная Японцы молодцы, это продумали Соответственно, у нас полностью мультимедийное рулевое колесо Круиз-контроль адаптивный Полностью все кнопки на руле Приятный щиток приборов Есть кнопки управления открываниями дверьми слайдовые Есть система безопасности Удержание в полосе При отношении столкновения И так далее и тому подобное Камера с траекторией движения Тоже присутствует заднего вида То есть она причем здесь в разных историях Как это реализовано у Honda То есть существует разный угол Под которым камера наблюдает Вплоть до 180 градусов То есть вы видите вообще, что там сзади у вас происходит Во всех плоскостях Ну и соответственно Прикольная фишка Когда вы глушите Honda Step-Wagon Эту кнопочку нужно немного подержать Для того, чтобы машина заглохла Просто нажатием Машина никогда не заглохнет Многие люди теряются Когда эти машины себе приобретают И об этой фишке не знают Ну такая забавная история На самом деле, если там ребенок Опять же, если у вас дети Чуть нажал Ничего не произойдет в этот момент Тоже достаточно умно Подумали ребята в Honda За рулем прям флэшбэки Из прошлого Как мы ехали на стоп-вагоне Через всю страну Действительно автомобиль Крайне комфортный Для путешествий Для повседневной эксплуатации Если у вас большая семья Это идеальное решение Здесь много воздуха Много пространства Мы уже ранее с вами обсудили То, что здесь много вещей Вот продуманных Именно, знаете Для такого домашнего Уюта Вот этого комфорта Огромный плюс Конкретно Honda степ-вагон Это безусловно Его динамика Вот этот турбированный Полуторалитровый двигатель И даже гибридные модификации Хоть мы их и не затрагивали В этом видео Но тем не менее По динамике Эти машины Превосходят своих конкурентов И за что Наверное По большей части Их любят Те люди Которые все-таки ценят Не только пространство минивэнов Но и какие-то Качества в управлении В динамике В приемистости автомобиля Вот это однозначно Все здесь есть Степ по-хондовски Классно рулится Степ очень Такой, знаете Приятный в разгоне Это ни в коем случае Такая машина Не ограничивающая вас В обгонах За рулем И, как бы, знаете Нивелируется Вот это Неудобство для многих Правого руля За счет того Что все-таки Динамика автомобиля Действительно позволяет Обгонять автомобили Другие в потоке И чувствовать себя За рулем комфортно Из Москвы в Питер По платной дороге Мы на нем ехали Ну, наверное 190-195 В четвером В груженой машине И, ну, машина Как бы чувствовала себя Достаточно приемлемо Поэтому Мне кажется, что И вам Этого хватит с лихвой Что касается Расхода топлива На таком автомобиле Ну Блин, по городу Наверное, в районе 10 литров Трасса, наверное Чуть поменьше Но в городе может и до 12 доходить В зависимости от того Сколько людей в машине И как вы едете загружено И какой у вас Открытым передвижение машины Ну, 10 литров Это такой приятный Достаточно расход Для такой большой машины На мой взгляд Это не что-то Что бьет сильно вас по карману По бензину Ну, здесь 95-98 Я бы наилучше 98-й Лил Турберон движок Чтобы Ну, крайне 95-й Как вы знаете Там с какой-нибудь присадкой Это прям Крайняя история Для того, чтобы машина Все-таки прослужила вам долго И поменьше Эти форсунки вам Забивали голову И доставляли лишние расходы Ребят, шумоизоляцию Здесь шикарно Не ждите Машина большая Огромные стекла Они не двойные Соответственно Вы все равно слышите Что происходит За пределами автомобиля Если надо Доклеите Дошумите И все станет лучше Но все-таки Вот все мы с вами обсудили Какая шикарно Классная тачка Денег-то сколько, Дим, да? Давайте этот момент С вами и обсудим Помните В начале этого видео Я вам сказал о том Что конкретно Прямо на такой машине Мы проехали через всю страну И на тот момент Она стоила 1 миллион 600 тысяч рублей Было это сколько, наверное Года Два назад Может быть даже три Я уж честно говоря Забыл Было так давно Но как будто бы вчера Но что происходит Спустя это количество времени Сейчас машина Конкретная 2019 год 4 балла на Хонде Без подкраса Взамен Хорошем состоянии Степ на самом деле 28 тысяч Оригинального пробега В город Москву Он поедет Уже за 2 миллиона 350 тысяч рублей Ребята 2 миллиона 350 тысяч И на сегодняшний день Это очень крутое предложение Я вам говорю Как продавец автомобиля Реально ничего нету Оверпрайс на все Тачки дорожают Просто с каждым днем И где те люди Которые Обзывали меня Барыгой Говорили Что я продался И писали Всякую чушь В комментариях О том Что я говорю Неправильно Когда употребляю Выражение Покупайте сейчас Вам нужна машина Берите Потому что Потом будет дороже Ребята Рост Практически На там 70 процентов 70 процентов К цене За такое ограниченное Количество времени За ту же самую машину Но только сегодня Она уже старше Чем была бы Три года назад Представляете Что происходит Вот в такое время Мы живем Вот в таком мире Но покупать Или не покупать Автомобиль В любом случае Решение принимайте Все таки вы Мое дело Просто подсказать Или рассказать И оставить это Как факт Ваше решение Уже Принять Это или не принять И подумать Что с этим сделать На сегодня у меня все Компании по интернзит Меня зовут Дмитрий Спасибо большое Что досмотрели видео до конца Я надеюсь Оно было для вас полезным Подписывайся на наш канал Увидимся в следующем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok